Здравствуйте, товарищи! Итак, начинаем очередной обзор коллекции легендарной советской автомобиля в масштабе 1.24 от компании Ашет Коллекса. Сегодня у нас на обзоре ВАЗ-21211 Нива, которая выпускалась с 1977 по 1987 год. Ну, конкретно старая выпускалась по 1987 год, хотя она выпускалась и до 1990 какого-то, и вообще она выпускается до сих пор. Сильно-то не поменялась овчинка, но не судела. Итак, машинка выполнена, естественно, из металла, вы должны помнить это как очень наш. По технологии литья под высоким давлением, цельнометаллический кузов. Для особо одаренных, еще раз скажу, что двери, капот, и все напрочь не открывается для того, чтобы не менялась геометрия кузова. Конечно же, вы, благородные доны, сейчас напишите, что если бы поставили, и любуемся. Давайте возьмем машинку в руки и сразу начнем ее рассматривать, а попутно рассуждать. Что же это за явление такое? ВАЗ-21-01 Нива. А это революционное изобретение, кстати, господа. И есть чем гордиться. И я бы на самом деле в Советском Союзе поставил бы памятник Ниве, и уж в России точно, и уж точно бы поставил памятник в городе Тольятти. Потому что эта машина задала, так сказать, моду, задала технические особенности определенного класса автомобилей, которые сегодня успешно выпускаются многими мировыми брендами. Понимаете? Класс SUV. Надеюсь, я все правильно сделал. Городских кроссоверов. Хотя это полноценный внедорожник. Итак, как, собственно, появилось Нива? Советский Союз в очередной раз решил приблизить, так сказать, городской народ к народу колхозному и создать машину универсальную. В 70-м году советское правительство попросило три ведущих отечественных завода, Москвич, ИЖ и ВАЗ, создать перспективный проект. И тот проект, который бы победил, тот пойдет в серию. Но москвичи пошли своим путем. Создали рамный внедорожник. 415-й москвич, на котором я ездил. И я честно вам скажу, машина хорошая. 415-й москвич, тест-драйв вы можете посмотреть по ссылке. Но на самом деле по комфорту он не сильно отличался от того же ГАЗ-69. Хотя надо сказать, что первая Нива Э2121 тоже была рамная. Но и тоже малокомфортная. Поэтому Тольятти пошли по другому пути. Создали несущий кузов. И тут тоже на самом деле логика была простая. Где в Тольятти делать рамы? То есть надо было делать новое производство по производству рам. Поэтому они решили сделать несущий кузов. Я уж не знаю, прав я или нет. Но с технологической точки зрения делать кузов не несущим в рамках большого завода, Волгского автомобильного завода, было проще. И проект, который был предоставлен государственной комиссии, естественно выиграл. Потому что комфорт тот, который дарила Нива по сравнению с 415-м москвичом или с ИЖ-21, там я сейчас не помню чего, земля и небо. Это полноценный легковой автомобиль повышенной проходимости. Соответственно, мы смотрим и мы видим правильную резину по фэншую, правильные диски на 5 болтов, хромированные колпачки. Мне они очень нравились. Я их даже всегда протирал, когда у меня была Нива. И резина дурацкая, зубастая, потрясающая. Вот залюбовался Нивой и забыл о чем я рассказывал. Ну ладно, давайте рассматривать машинку, потом вернемся опять к трепу. Полноприводная, с постоянным полным приводом. Привод распределяется 50 на 50 между осями. Для того, чтобы заблокировать передний мост, надо заблокировать дифференциал в раздатке. Соответственно, но при этом все равно из-за того, что это дифференциал, крутящий момент будет передаваться криво, не так бы, как бы хотелось. Межосевых блокировок, соответственно, Ниве нет. Ну, сейчас делают, но не об этом сказ. Перед нами Нива немножко поздняя. Я думаю, года, наверное, 90 какого-то. Переходная такая уже, когда вот скоро придет новый ЗАД. А старый ЗАД мне всегда нравился с этими а-ля шестерочными фарами. Причем интересно, что первые Нивы, которые были прототипами, у них были трешечные фары и дополнительные еще фонарики сзади стояли. Спереди тоже здесь мы видим блоки, поворотник, габарит. А там стояли два отдельных приборчика и смотрелось это на самом деле красиво. Опять же, решетка радиатора. На ранних Нивах хромирована окантовка. Здесь уже полностью черная решетка радиатора, что, соответственно, правильно. Ну и лодка. Нивский бампер. Хорошо читаем. Мечта поэта. На недоделанных газовых упорах, которые так никогда и не пошли у нас, по крайней мере, в серию. Сзади видим, опять же, снизу мост. Все читается. Понимаете, опять же, так как это машина полочного расположения, а не покатушечного, она должна быть снизу, ну, не сильно проработана. Но компания «Шид Коллекция» все-таки делает достаточно читаемые мосты. Мы видим спереди независимую подвеску, сзади зависимая, пружины, везде пружины, пружины, пружины. Это тоже читается. Защита картера хорошо видна, потому что мы понимаем, что как бы двигатель Нивы висит чуть выше стандартного мотора. И картер двигателя торчит, поэтому хорошо видна защита. Да, видны крепления ТИАК, даже глушитель виден, видны лонжероны. Это приятно. И коробка передач снизу видна. То есть качество проработки снизу тоже приятно. Что тут мы еще видим? Больше ничего. И классические, конечно, брызговички Нивские. Прям-прям читаются. Очень хорошо. Так, переходим к интерьеру. Интерьеру, к экстерьеру, экстерьеру. Еще не закончили. Сзади, опять же, Нива. Я помню, вместо этой плашки Нива я ставил повторитель. Ну, Нивский. Ставил назад, проводчик проводил от габаритной лампочки. Все было классно, но так как молодо-зелено, я ставил габариты. И когда ночью включал габариты, так сзади светилось божественно. Но была одна беда. Они быстро проплавлялись. Поэтому приходилось эти пластмасски часто менять. Но не судило. Итак, здесь уже два зеркала. Потому что, во-первых, в моделях зеркало было только слева. Ну, что, собственно, логично. Так, дворник задний на месте. Смотрим в салон. Опускаемся и смотрим. Опять же, самое главное в Ниве – это унификация с уже выпускающимися автомобилями, производящимися, соответственно, на Волгском автомобильном заводе. То есть, многие комплектующие были штатными. То есть, если для, условно говоря, 415-го москвича пришлось изобретать велосипед, там, раздатку делать, какие-то элементы по салону. Ну, то есть, какие-то свои истории. Здесь, кроме кузова, по сути, по сути, все. Только кузов Нивский. Остальное все от простых классических автомобилей. Редукторы здесь стояли изначально двоечные. Потом, я не знаю, четверочные ставили или нет. Поэтому Нива была не столь скоростная, как хотелось бы. Хотя, моя Нива 160 дубасила на заднем приводе и третьем редукторе. В шестом редукторе. Да. Так. Ну, старые московские номера ММ. Так, по салону. Так, карты дверей. Да, все видно. Шестерочные ручки, шестерочные открывашки дверей. Даже ручка стеклоподъемника присутствует, что приятно. Ну, и, конечно же, форточки. И все окошки в хромированной окантовочке. По фэншуе. По фэншуе. Что касаемо торпедо. А-ля шестерка. Шестерочный бардак. Видна пепельница. Видны все переключатели. Вы должны понимать, что масштаб хотя бы 1,24. Достаточно большой масштаб. Но, как бы, заморачиваться по поводу ручек и бороды под радиоприемник, ну, наверное, не имеет смысла. Даже если вы присмотритесь, очень хорошо видны габаритные переключатели. С правой стороны маленький блок из трех переключателей пятерочных. Ну, вот, они здесь тоже хорошо читаются. Ну, слушайте, и приборок. И приборка тоже, тоже потрясающая. Так. Да, и рычаги все на месте. Раздатка 2. Рычага. И ручка КПП. Ну, что сказать. Красиво и цвет хороший. Хотя мне почему-то всегда кажется, что белая Нива, она более, так сказать, козырная. При том, что это полноценный внедорожник, как бы габаритные размеры его не так уж и велики. Ну, если говорить о реальном масштабе. В длину 3740 мм, в высоту 1640 мм, в ширину 1680 мм. Дорожный просвет 205 мм, ну, давайте все-таки 20 см. Это наверняка в ненагруженном состоянии. Мотор, классика жанра, Жигули 1.3, потом 1.5, но в данном случае 1.3, это значит, у нас получается 64 лошадки при 5600 оборотах в минуту. Размерный шин 175 на 80 и R16. Если мне память не изменяет, это первый ВАЗ с 16-ми колесами. Максималка 125, но мы понимаем, что это, наверное, под горку с попутным ветром или для очень лихих пацанов. Самая оптимальная скорость для Нивы это все-таки 100, потому что потом можно оглохнуть. Разгон до 126 секунд, ну, согласен, быстрее она не разгонится, если, конечно, армяне не приложили свою руку и не поставили двигатель от Лексуса. Особо хочется отметить, что все-таки ВАЗ-2121 своим ходом забрался на Эверест в 98-м году. А это, между прочим, 5200 метров. А через год на тибетское плато в Гималаях взяла высоту 5726 метров. А вот товарищи англичане пытались побить этот рекорд на Эльбрусе, однако их божественный Land Rover до рекордной высоты, ну, мягко говоря, сам не поднялся. Тянули тросами и лебедкой. Интересно, как бы люди, любящие Нивы, считают, что Нива расшифровывается как наилучшее изобретение Волжского автомобильного завода. Ну, пусть они себе сделают такую татуировку. Я видел еще татуировку «Клен», «Клянусь легавых, любить на нарах» и тому подобная история. Освежить свои воспоминания об автомобиле и вообще, как бы, подчеркнуть новую информацию, если вы ее не знали, можно, опять же, из журнала «Глянцево», который идет в комплекте «Легендарные советские автомобили» от компании «Ашет Коллекция». И я буду уже 76-й раз вам повторять, что больше всего я люблю две последние статьи. Это «Эволюция», ну, в смысле, не конкретно эти статьи, а статьи, которые в журнале находятся. В данном случае «Эволюция электрооборудования» и «Алексей Андреевич Смолин, ускоривший победу» про аэросани. Я, кстати, знаю, где находятся два экземпляра аэросаней на ходу, но вам не скажу. Ха-ха. Ладно. Поэтому журнальчик, сразу анонс следующего 77-го номера. «Москвич 407» на службе в советской милиции. Я уж не знаю, что про него рассказывать, потому что уже были 407-е, 403-е. Ну, наверное, в следующий раз расскажу про рупоры. Они из алюминия. В общем, я уже рассказал про 407-й «Москвич». Засим решите откланяться. Увидимся через пару дней, потому что я получил два номера сразу. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!